Возраст жизни не помеха в свои 100 лет копичанин Отто Фишер чувствует себя молодым. Мужчина самостоятелен, ведет вполне активный образ жизни. Сам ходит в магазин, в аптеку, в библиотеку и даже посещает баню. О секрете долголетия и непростой жизни юбиляра рассказал нашему корреспонденту. В стенах с годами ставшей родной колонии русский немец Отто Фишер сегодня появляется нечасто. Он и так отдал почти полвека своей жизни на службу в ней. В свое время заведовал здесь коммунальной частью, следил за расходом строительных материалов. Работал честно по всей строгости, ведь в то время по-другому было никак. Сейчас совершенно другие времена. Вы понимаете, если сейчас есть деньги, можно покупать, брать все, что хочешь. Но в те времена, когда мы здесь строили, проводили, что на каждую копейку, на каждый стул нужно брать разрешение. Несмотря на то, что у нас были громадные деньги в колонии, нельзя было их расходовать, нужно было брать разрешение. А получить разрешение – это равносильно тому, что искать ноги у змеи. В 15-й колонии Отто Фишер знает каждый уголок, отчетливо помнит те времена и порядки. Сам всегда трудился по совести. Однако за все время работы у него не было продвижения по службе. Причина всему – немецкая фамилия. Работал на разных работах. Был наемным сотрудником на офицерских должностях. Не аттестовывался лишь потому, что был по национальному признаку. Первое время, а уже впоследствии, когда стала возможность, мне стал предельный возраст. Возраст не позволяло меня. И таким образом я стал собой наемным сотрудником до 85-го года работать. Работал здесь начальником коммунального хозяйства. Огромный вклад Отто Константиновича в строительство и деятельность 15-й колонии и ныне ценят многие ее сотрудники. Каждый раз встречают как родного, когда он вновь появляется на пороге исправительного учреждения. Когда начали заниматься работой с ветераном, столкнулась, конечно, с Отто Константиновичем. Такой человек, много о нем рассказывали, много приятно. Он вам сказал, что работал с колонийцем. Достаточно интересные люди, которые поднимали колонию. Мы регулярно поздравляем, не забываем. Вот Отто Константинович, когда обращается, мы стараемся ему помочь. Родился Отто Константинович в городе Энгельсе. Еще в раннем детстве стал сиротой, после чего его взяли на воспитание семья дяди. Учился и рос мальчик в Москве. В начале Великой Отечественной был призван на фронт. А уже через два месяца красноармейца Фишера репрессировали, после чего он был сослан на Урал, где живет и по сей день. За долгую жизнь копейчанину довелось пережить не одну беду, пройти немало испытаний. Война, потери сыновей и любимой супруги, с которой он прожил больше 60 лет. Однако долгожитель Фишер никогда не унывал. Привык быть всегда сильным и волевым. Сколько бы не доставалось ему от жестоких поворотов судьбы. Вообще он такой живой всегда был. Я вышла замуж за его сына в 1972 году. И он постоянно такой вот весь как ртуть. Он даже сидит вот так ногами, перебирает. И для него вот это сидеть, и не в состоянии, если выйти, для него это хуже смерти. Желание жить здорово – вот залог хорошего настроения и долголетия Отто Фишера. В свои сто лет он по-прежнему полон энергии, с лица его нисходит добрая улыбка. Дедушка сам делает домашние дела, готовит, ходит в магазин, библиотеку, иногда даже в баню. Всю жизнь вел здоровый образ жизни и старался не впадать в отчаяние. Я все-таки себя считаю счастливым человеком. Несмотря на то, что прошел довольно-таки тяжелое, сложное, трудное, как физическое, так и моральное жизнь, но все пролежило, перетерпел. Счастье в том, что я все-таки до сегодняшнего дня, как видите, на своих ногах хоть плохо, но все-таки хожу, еще живу. Голова соображает, помню все, что было, как было все. Так что я считаю себя все-таки счастливым человеком.